МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как видно на кадрах любительского видео, многие, пытаясь спастись, выпрыгивали из окон. При задержании нападавший оказал сопротивление и был ранен, после чего доставлен в больницу. Его личность установлена, это 18-летний Тимур Бекмансуров. Накануне в соцсетях он выложил фото с оружием и написал о своих планах. Думал об этом давно, шли годы, и я понял, что настал час сделать то, о чем я мечтал, говорится в сообщении Бекмансурова. Следком возбудил уголовное дело по статье убийства. На место выехали следователи, криминалисты главного управления. Владимиру Путину доложили о стрельбе в Перми. По словам Дмитрия Пескова, президент России глубоко соболезную тем, кто потерял своих родных и близких в результате трагедии. По последней информации, оружие стрелка Росгвардия проверила в мае, в день трагедии в Казанской гимназии. В Ленинском саду в Казани появился мемориал в память о погибших в результате стрельбы в Пермском университете. Жители столицы, студенты местных вузов несут цветы и свечи. На табличках, установленных у фонтана в саду, надпись «Перемь, скорбим, Казань». Мы все прекрасно помним, что произошло у нас в Казани, да, совсем недавно. И это ужасно. И надеюсь, что таких, не то что в нашей стране, это в мире, таких ситуаций будет намного меньше. Мы такие же студенты, как и они, неважно какой город, одна страна. Семья, можно сказать, большая студенческая. И такие дела очень сильно трогают сердце. Поэтому, как только узнали, что здесь такое организовывают, сразу приехали. Прекрасно знаю студентов, которые там учатся. У меня очень много друзей оттуда. И для меня это было шоком, просто когда я услышал про эту новость. Потому что студенты сами по себе активные, светлые, стремящиеся к знанию в этом университете. Я прекрасно это знаю. Во многих группах обмениваются сообщениями. Есть это внутреннее состояние. Тяжелое, которое студенты хотят, тоже разделяют с пермскими студентами, с Пермью. Мемориалы в память о погибших в Перми появились и в городах Татарстана. В набережных Челнах горожане несут цветы к зданию мэрии на площади Азатвык. Таким образом, челнинцы выражают поддержку и свои соболезнования. Всем пострадавшим, всем родителям терпения и соболезнования, конечно, да. Конечно же, выражаю соболезнования всем родителям, чьи дети погибли. Вот, очень жалко, что такое у нас происходит. Новость о жестоком нападении на Пермский университет с болью отозвалась в сердцах татарстанцев, написал на своей странице в инстаграм Рустам Мениханов. Президент республики выразил слова соболезнования родным и близким погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. Губернатору Пермского края Дмитрию Махонину, президент Татарстана, отправил телеграмму. Глубокие соболезнования он выразил от имени татарстанцев и от себя лично. Эта чудовищная трагедия острой болью отозвала сердце каждого жителя республики. Трудно подобрать слова, которые выражают наш общий гнев и возмущение еще одним бесчеловечным, жестоким и циничным преступлением в стенах учебного заведения. Соболезнования выразил и Госсовет Республики Телеграмму от имени депутата в адрес председателя Законодательного собрания Пермского края Валерия Сухих направил Фарид Мухамедшин. Выражаем поддержку педагогическому коллективу и студентам университета. Жителям республики знакомо чувство горечи, когда в результате кровавой расправы погибают невинные люди. Стойкости и мужества вам подчеркнул спикер парламента. Пострадавшим во время стрельбы в Казанской гимназии окажут психологическую поддержку. Для этого в Казани будет создан специальный центр. Как отмечают специалисты, психологам стали больше доверять и обращаться. Этой помощью охватят не только пострадавших и коллектив гимназии, но и всех, кто принял эту боль как свою. Вероника Гайнудинова продолжит. Более 600 детей отдохнули в лагере на Черном море. 236 человек восстановили свое здоровье в санаториях Татарстана. Министр Ильсур Хадзиулин рассказывает о результатах мер поддержки, которые были оказаны пострадавшим и семьям погибших. С началом учебного года требуется дополнительная помощь, в том числе психологическая. Команда психологов, врачей, учителей, воспитателей, руководителей, представителей Красного Креста, которые всегда были в эти сложные минуты с нами вместе, они собрались и еще раз мы хотим показать, не просто для показа, мы хотим рассказать, показать, находиться в этой ситуации вместе с теми людьми, которые нашей помощи нуждаются. Первостепенная задача – усиление психологической службы в гимназии и создание комфортной среды для учеников. Здесь откроют кабинет психо-социальной поддержки. Сейчас завозят специальное оборудование, рассказал председатель Российского Красного Креста. Специалистами и эркокасами с экспертами разработаны меры оказания психологической помощи пострадавшим, которые выражают индивидуальный подход каждому из целевых категорий получателей. Для оказания данной помощи у нас привлечены кофе-социалисты из республики и из Москвы. Программа поддержки охватит не только учителей и учеников этой гимназии, но и всех, кто мог получить психологическую травму после майской трагедии. Впереди нам предстоит еще выполнить большой комплекс мер, в том числе касающийся необходимости совершенствования психологопедагогического сопровождения как непосредственно образовательной организации, так и системе образования республики в целом. В следующем году в Татарстане планируют создать ресурсный центр психологопедагогической помощи, где будут работать клинические и кризисные психологи. Кризисные психологи работают не только в ситуации, когда происходят какие-то чрезвычайные ситуации, в том числе это выезды на третичную профилактику суицидального поведения, это сопровождение подростков на похороны своих же одноклассников, это поддержка семьи. Специалисты отмечают, обращений к психологам стало больше. Это не только те, кого непосредственно коснулась трагедия, но и родители, и ученики других школ обращаются и по вопросам, связанных с учебой, с детско-родительскими отношениями. В Татарстане завершили подсчет всех бюллетеней выборов депутатов Госдумы. Предварительные результаты голосования сегодня озвучил председатель ЦИК Татарстана. Окончательные результаты представит ЦИК России. Как заявил Андрей Кондратьев, нарушение влияющих на результаты голосования не зафиксировано. В республике по итогам голосования 5-процентный барьер преодолели две партии. Подавляющее большинство голосов набрала Единая Россия. Представители этой партии одержали победу и во всех шести одномандатных округах Татарстана. Кто получил думский мандат, узнал Дмитрий Аринин. Избирательная кампания прошла в соответствии с требованиями закона и завершилась без серьезных замечаний и происшествий. Это отмечают все и международные эксперты, которые присутствовали у нас на выборах и их наблюдатели. На выборах депутатов Госдумы в Татарстане работали 2810 участков. Явка составила более 78%. По итогам голосования по партийным спискам подавляющее большинство получила Единая Россия. 5-процентный барьер, позволяющий получить один мандат депутата, также преодолела КПРФ. Остальные партии набрали менее 3%. За политическую партию Всероссийской политической партии Единая Россия проголосовало 79,01%. За политическую партию КПРФ проголосовало 9,64%. Во всех шести одномандатных округах Татарстана победу одержали представители Единой России. Каждый победитель округа получает место в Госдуме. По округу номер 26 Приволжский округ наибольшее количество голосов набрал Вальфсон Илья Святославович 62,25%. По округу номер 27 Московский округ Гельмундинов Ильдар Ирекович 70,93%. По Нижнекамскому округу номер 28 Морозов Олег Викторович 72,45%. По Набережно-Челнинскому округу номер 29 Кагугина Альфия Гумаровна 67,28%. И по Альметьевскому округу номер 30 Егафаров Азат Фердинандович 69,77%. В целом по стране обработано 99% протоколов. Явка составила почти 52%. В голосовании по партийным спискам больше всего голосов набрала Единая Россия. На втором месте КПРФ. На третьем ЛДПР четвертые Справедливоросы. По предварительным данным 5% барьер преодолела и партия Новые Люди. Окончательные итоги выборов в Центре избиркома России должен опубликовать в течение трех недель со дня голосования. Тогда станет известно, сколько депутатов будет представлять Татарстан в Госдуме и как между партиями распределяться места в парламенте. Дмитрий Аринин, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Результаты выборов сегодня подводят и в штабах партии. Здесь пережили бессонную ночь в ожидании итогов. Большинство из участников кампании положительно оценили избирательную активность. Подробнее Рамиль Галюлин. Сейчас подключение из Татарстана. После закрытия участков татарстанские единороссы в штабе были все вместе. Они вышли на прямую видеосвязь с однопартийцами из других регионов. Кандидаты поблагодарили избирателей за поддержку на выборах. Мы встречались с избирателями, обсуждали нашу народную программу и всегда находили поддержку и основу для конструктивного диалога. Наши наблюдатели подтверждают, что на всех участках соблюдались санитарные меры и меры безопасности. Серьезных нарушений выявлено не было. Позитивно относятся к итоговому второму месту в КПРФ. Здесь тоже подвели итоги большой кампании. Это три дня показа, что жители Татарстана приняли активное участие в выборах. Это однозначно. Во-вторых, хочу сказать о том, что существенных нарушений мы сегодня пока не получали. Довольны своим результатом в ЛДПР. По итогам голосования в штабе партии сегодня провели планерку. Партия ЛДПР смогла показать хороший результат. Мы улучшили показатели прошлых выборов и заняли впервые третье место в Республике Татарстан. Мы также сохраняем за собой третье место в Российской Федерации. Уверенно формируем фракцию и будем продолжать работать в интересах наших избирателей. Уставшие, но довольные. Сегодня новые люди. Первый год на выборах и уже с мандатом. Эксперты называют результат партии сенсацией сентябрьских выборов. Как отмечают новые люди, штаб проделал большую работу. Конечно, было тяжело. Спасибо большое нашему активу, который нас всегда поддерживал. Благодарность огромная нашим наблюдателям на местах. Еще раз говорю, была проделена огромная работа. Партия входит в Государственную Думу. Мы этим бесконечно счастливы. Наша основная задача сделана. В партии Роста считают, выборы прошли на высоком уровне. С руководителем татарстанского отделения Олегом Коробченко мы пообщались по видеосвязи. В целом прошло все, на мой взгляд, великолепно, хорошо. То, что мы получили небольшие проценты, на это мы внимания не обращаем. Самое главное, мы смогли сплотить своих предпринимателей. Политики сходятся во мнении и отмечают высокий уровень организации голосования. По Конституции Госдума нового созыва должна собраться на первое заседание на 30-й день после избрания. Рамиль Галюлин, Данил Филатов, Илья Нархузь Ахметов, ТНВ, Казань. В эти выходные в некоторых субъектах страны выбирали глав региона. В Мордовии наш земляк Артем Сдунов набирает более 78% всех голосов избирателей и становится главой республики. Артем Сдунов окончил Казанский финансово-экономический институт. С 2014 года министр экономики Татарстана. После становится премьером Дагестана. В ноябре прошлого года Владимир Путин подписал указ о его назначении исполняющим обязанности главы Мордовии. После выборов он становится избранным руководителем республики. В рамках рабочей поездки в Москву Рустам Мениханов встретился с вице-премьером России Маратом Хуснулиным. Обсудили текущую ситуацию в сфере жилищного строительства и реализацию в Татарстане профильных нацпроектов. Напомним, что Рустам Мениханов возглавляет комиссию Госсовета РФ по строительству ЖКХ и городской среде. Также говорили о подготовке к празднованию в следующем году тысячестолетия принятия ислама Волжской Булгарии. Также президент Татарстана встретился с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым. Они обсудили вопрос реализации ряда совместных профильных программ, возможные направления взаимодействия Татарстана и федерального министерства на этот учебный год. Также была затронута тема обеспечения безопасности в учебных заведениях страны. 10 дней осталось у льготников, чтобы выбрать деньги или бесплатный пакет соцуслуг. Определиться они должны до 1 октября. При отказе от льгот они получат лишь более 1200 рублей. Рамиль Галиулин изучил все за и против. Жалобы какие у вас? Юлия Войнич. Частый пациент эндокринологического диспансера Казани. У женщины диабет. Почти 40 лет Юлия делает уколы инсулина. Нужны расходные материалы, например, тестовые полоски. Весь комплект она получает в рамках соцпакета для льготников. Только 2000 это инсулин. 500 рублей это одна упаковка тест-полосок. И где-то 1000 на 9, наверное, это расходные материалы к инсулиновым помпам. Уже несложно предположить, да, та сумма в месяц, которая выходит, что соцпакет, отказ от соцпакета, ну никак вообще ее не покрывает. Каждый год у льготников дилемма. Выбрать соцпакет с лекарствами или деньги. А это чуть больше 1200 рублей в месяц. Но в случае беды эта сумма не покроет расходы на жизненно важные препараты. Ну, наверное, соцпакет, конечно. Там и консультации бесплатные, поэтому, наверное, это удобней. Льготу, конечно, оптимальный вариант. Вот супруга у меня, она диабетчик, она получает инсулины, уколы, все это получает. Вот и за ним пришла. Есть и те, кто вместо лекарств выбирает деньги. Медики констатируют, чаще всего это те, кто думает, что болезнь отступила. В республике на соцпакет имеют право 337 тысяч татарстанцев. В основном это пациенты с тяжелыми заболеваниями. Пациенты с сахарным диабетом, с сопутствующей патологией, это с сердечными сосудистыми заболеваниями. Сахарный диабет является хроническим заболеванием, которое требует постоянного контроля, наблюдения, выписки дорогостоящих препаратов. В связи с этим от соцпакета отказываться не стоит. Выбирая соцпакет, льготник может рассчитывать на лекарства, путевки в санаторий и бесплатный проезд к месту лечения. Возобновить право на получение соцуслуг можно до 1 октября. Для этого необходимо подать заявление в пенсионный фонд. Тем, кто уже получает бесплатные лекарства, необходимости подачи такого заявления нет. Рамиль Галиулин, Ленархузи Ахметов, ТНВ, Казань. Двое погибших на производстве за два дня в Казани. Одного рабочего придавило насмерть бетонной плитой. Еще один мужчина погиб при обрушении секции стены. Уже возбуждены уголовные дела о нарушении требований безопасности при производстве строительных работ. Вот всего же с начала года произошло 40 несчастных случаев, 6 со смертельным исходом. Это стало главной темой в Казанской мэрии. Чем чаще пренебрегают руководители производства и строек, и что им за это грозит? Подробности у Юлии Гоголевой. Разводка сетей напряжения была выполнена на высоте менее 2,5 метров. Строительный кран смонтирован с нарушениями правил по электробезопасности фактически в луже. За примерами по нарушению техники безопасности далеко ходить не нужно. Пятиэтажка на улице Декабристов. Высотные работы на крыше, как видим, проводят без страховки. Видео в мэрию прислал бдительный казанец. А это уже другой объект на улице Лагерная. Два дня назад при разборе старого здания здесь обрушилась стена. Один из рабочих попал в больницу. Напарник погиб под завалом. Причину происшествия сейчас устанавливают следователи. Уже известно, что работу велись без соблюдения техники безопасности. По этой же причине погиб еще один строитель на улице Автосервисная. На него упала бетонная плита. Это одна из строящихся многоэтажек на улице Гореева в Приволжском районе Казани. И здесь тоже несколько месяцев назад были выявлены нарушения. На стройке рабочие находились без касок. А технические отверстия на некоторых этажах были не закрыты. И как нам сегодня стало известно, все замечания на этом объекте уже устранены. По данным исполкома, чаще всего на объектах не следует самым простым правилам безопасности. Это перекрытие проемов, пролетов. Это лифтовые шахты, там где достаточно набить две доски. Это по правилам безопасности. Это не соблюдается. С начала года только в Казани произошло уже 40 несчастных случаев. Шесть человек погибли. В вашей работе, которую вы ведете, компромиссов быть не может. Слишком велика расплата за халатность, за неуважение к вопросам охраны труда. Учитывая количество стройплощадок в Казани, их у нас 150, тысячами исчисляется количество строителей, работающих. Поэтому безупречно должны выполняться требования охраны труда. И я прошу эту работу держать на ежедневном контроле. Если нарушение не устраняется в срок, то работы на объектах приостанавливаются. В прошлом году так встали две стройки. Руководство фирм получило штрафы до полумиллиона рублей. Юлия Гоголева, Олег Мыльников, ТНВ, Казань. Солнечный город подвергся газовой атаке. Как вторую неделю жители негазифицированного микрорайона боятся выйти на улицу и открывать окна из-за сильного запаха газа? Читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». Безопасность на дорогах через игры и современные технологии. В Татарстане появятся новые мини-городки, в которых дети будут на практике изучать правила дорожного движения, а их родители проверять свои знания. Так ГИБДД планирует изменить ситуацию с резким ростом аварийности и участием детей. В этом году погибли 11 детей, более чем в половине случаев по вине взрослых. Общее количество ДТП с детьми составляет 40% от всех аварий. Сегодня в рамках Всероссийской недели безопасности дорожного движения такая площадка от ГИБДД открылась в игровом городе Китспейс. Здесь оборудованы пешеходные переходы, установлены тренажеры, в том числе для оказания первой медицинской помощи. Похожий городок есть в Нижнекамске, скоро появится в Челнах и Альметьевске, а после и в райцентрах. Все те локации, которые позволят нашим детишкам осваивать все то, что происходит на дороге. Чем больше такого рода локаций будет, чем больше это будет детям интересно, тем больше мы будем на выходе получать поколение грамотных и законопослушных участников дорожного движения. В среду стартует школьный этап Всероссийской Олимпиады. Участие примут 200 тысяч татарстанских школьников. Первым из 24 предметов станет мировая художественная культура. А завершится этап 29 октября предметом технологии. Некоторые Олимпиады пройдут онлайн, большинство в традиционном формате. Для развития одаренных детей в Татарстане созданы все условия. С октября начнутся учебно-тренировочные сборы с лучшими учителями. Второй год работает Республиканский центр выявлений и поддержки одаренных детей по модели Сириуса. В минувшем учебном году в Татарстане сохранил третье место в стране в Олимпиадном движении. Школьники республики завоевали 211 призовых мест. Больше только у Москвы и Санкт-Петербурга. Победа в заключительном этапе дает мне право поступить в любой вуз страны без вступительных экзаменов. То есть мне нужно просто сдать ЕГЭ на минимальный балл. Я убираю между Москвой и Казани. Что касается заключительного этапа Всероссийских Олимпиад, у нас дети получают, конечно, 50 и 25 тысяч рублей, а учителя от 10 до 40 тысяч рублей, в зависимости от количества призеров-победителей, которые они готовили. Поэтому такая поддержка есть. Театры должны уметь показывать свою национальную принадлежность. И на сцене ее необходимо отражать не только в содержании произведений, но и в оформлении спектаклей, костюмах и музыкальном сопровождении. Не хватает и национальных произведений, написанных современниками. Об этом рассказали сегодня на закрытии 10-го международного фестиваля современной национальной драматургии имени Карима Тинчурина. На фестивале приняли участие 11 российских театров. Гости из зарубежья в этом году не смогли приехать из-за пандемии. Многим спектаклям на этом фестивале, даже не спектаклям, а именно творцам, не хватает смелости. Смелости пользоваться современным театральным языком. Поставили такое условие, чтобы драматурги поставленных пьес, они были живые и они присутствовали здесь. Все драматурги присутствовали, они проводили круглые столы, обсуждения, куда направляется, какие проблемы у национальных театров. Потому что национальных театров проблемы, они схожи. Выставки, которые будут работать круглые сутки и крыша для прогулок. В Альметьевске компания «Татнефть» построит уникальную картинную галерею. Об этом стало известно на Общественном совете по развитию Юго-Востока. Открытый двор в центре здания, выставочные залы, мастерские для реставрации картин, библиотека. Речь идет о новой галерее. Она станет архитектурной изюминкой Альметьевска. Построит ее компания «Татнефть». Концепцию объекта представили на Общественном совете. Это не просто галерея, но функциональный культурный центр. Крыша этой галереи будет эксплуатирована. И там же могут проводиться мероприятия в другой год. Там будут просто собираться горожане. Площадь арт-галереи 16 тысяч квадратных метров. Расположится на улице Нефтяников рядом с парком Каскада прудов. В «Татнефть» подчеркнули, такие культурные объекты должны появиться в каждом городе Юго-Востока республики. Когда мы говорим о формировании общественных центров, и опять же не только в Альметьевске, это такой пилотный проект по всему Юго-Востоку. И нацеленность именно на это. Дать людям возможность заниматься тем, чем нравится. Нравственным. Чтобы было чем заняться и взрослым, и малым. Чтобы люди не сидели по домам, а ходили по улице. В новой галерее возможно проводить три выставки одновременно. Будут здесь и детские кружки, и ресторан. В Буинске большим концертом завершился гастрольный тур победителей и лауреатов двух фестивальных движений Татарстана «Созвездие Йолдазлык» и «Наше время» Безнензаман. Творческое мероприятие приурочено к Году родных языков и народного единства. За две недели юные звезды, эстрады и талантливая работающая молодежь Татарстана побывали в 29 городах и селах республики. На одной сцене самые талантливые дети и молодежь со всей республики. До этого две недели гастролей. Концертная программа о многонациональной культуре народов, живущих в республике. В первую очередь для детей, не громко сказано всей республики, это фестиваль, это праздник, вообще праздник, не только праздник танца. И поэтому, когда они сегодня приехали в наш родной город Буинск, естественно, дети воспринялись радостью поучаствовать на этой шикарной сцене выступить. Для них это большое удовольствие. Дети очень ждут этих выступлений, к этим выступлениям готовятся. И сегодня такие яркие, красивые, довольные пляшут, танцуют на нашей сцене в гостях в Буинске. Команда созвездия добралась до самых отдаленных районов сел и деревень. Фестиваль на протяжении многих лет дает возможность каждому юному дарованию раскрыть свой талант. Наша комиссия по ЮНЕСКО единственный регион в России, который признал молодежное движение не материальным духовным наследием Российской Федерации. Это говорит о том, это памятник огромной нашей любви к детям. Гала-концерт стал яркой точкой в творческом турне юных дарований, но фестиваль продолжает свое шествие по республике в поиске новых талантов. Только радости и света, мой друг и я, мой друг. Светлана Звонарева, Камиля Мусина, Эльдур Кадыров, ТНВ, Буинск. И это все новости, о которых мы успели вам рассказать. Всего вам доброго, до встречи. В студии Софии Егорова. Здравствуйте. Не откладывайте заказ в вашей новой кухне. Закажите ее в рассрочку в Данил Мастер. Только до конца сентября. Доставка, подъем и установка бесплатно. 3D-проект кухни в день обращения. Звоните. 2-167-166. Природа переоделась в осенний наряд и радует глаз своим разноцветием. А сентябрь по-прежнему не балует нас теплом и в предстоящие сутки существенных изменений в погоде не ожидается. По данным сервиса Яндекс.Погода, Бугульмия, Бавлах и Азнакаева. Облачно, дожди не ожидается. Температура ниже нормы. Плюс 10-11 градусов. Вероятность осадков небольшая в набережных Челнах, Нижнекамске и Элапоге. Прохладно, днем всего плюс 10. В Агрызе, Менделеевске и Актаныши облачная погода без осадков и 10-11 тепла. В Арске, Кукмаре и Балтаси осадки не ожидается. Так и потепление плюс 9. В Болгаре, Дрожженому-Буинске без осадков и довольно прохладно. Плюс 10-11 градусов днем. В Альметьевске чисто поле Мамадыши без изменений, облачно и сухо. В среду на пару градусов станет теплее, но пройдут дожди. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли, хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. Боль в коленях становится пыткой. Поставили мне протез, а он не прижился. Встать на ноги я не смогла. В «Доктор Ост» пообещали помочь спасти уцелевший сустав без операции. С помощью инъекций нового поколения мы научились восстанавливать утраченные хрящевые ткани и возвращать подвижность сустава. От протезирования я отказалась. Очень надеюсь вылечить оба колена и больше не вспоминать про боль никогда. В Казани будет облачно, без осадков. Температура ночи около 5 тепла. Днем до плюс 10-12 градусов. Ветер восточный, умеренный. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 56%. Магнитное поле Земли спокойное. 21 сентября принято считать второй встречей осени. Воздух становится свежее, а ночи прохладнее. Тепло уходит, природа готовится к зимней спячке. Но осень изначально не была щедра на теплые дни. И все же теплится надежда, что тепло еще вернется. На этом наш выпуск завершен. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова